Ну что ж, мы переходим к нашей следующей, не менее важной теме. И сегодня у нас в гостях Илья Николенко, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения и водоопедения Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. Доброе утро. Доброе утро. Илья Викторович, позвольте сначала задать вам личный вопрос. Да. У вас на груди медаль. Что это? Да, это медаль профессор года по Южному и Северо-Кавказскому федеральному округу. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Что это означает? Ну, во-первых, это есть такое профессорское сообщество, которое выбирает лауреатов по регионам России и существует 12 номинаций. Но одна из почетных это технические науки. То есть вот я получил, ну и третий представитель Крыма, который получил такую награду или почет. Вы представляли какую-то научную работу? Да, мы представили даже целое направление, достаточно важное для Крыма. Это создалось на базе Крымского федерального университета новое направление акватроника. То есть это решение... Что это такое? Да. Ну, это соединение двух слов. Аква – это вода, а электроника – это возможность электронных компонентов. То есть это абсолютно новое направление, создано впервые в России. И источник – это Германия, Израиль. То есть вот было решено о том, что необходимо применять достижения компьютерной техники, программного обеспечения для решения проблем по водообеспечению. Я правильно вас понимаю, что теперь мы будем электричество добывать с помощью воды? Или наоборот? Это не электричество, это электроника, это компьютерные техники. Компьютерные техники, технологии для того, чтобы решать проблемы с обеспечением водой. То есть это распределение воды, добыча воды, получение воды, моделирование процессов, которые происходят в системах водоснабжения, водоотведения. Пока что не очень понятно. Вот на примере Крыма приведите, как бы это у нас работало, как бы это выглядело? Ну, во-первых, прежде чем создали это новое направление, в этом году мы сделали набор студентов на первый курс по акватронике. Это первое мы приглашаем, то есть это бюджетная форма, абсолютно новая для России. Перед этим был создан научно-образовательный центр акватроника, абсолютно уникальный, опять же, для России, в котором собраны все достижения в области управления и автоматизации процессами водоснабжения. А на уровне Крыма, то есть сейчас уже ведется работа на базе ГУП «Вода Крыма». Это, ну, все слышали цифровой водоканал. То есть все системы, которые есть, они оцифровываются. Пока что это так называемые офлайн-системы, то есть мы можем как бы в статике наблюдать, что происходит в этих системах. А следующий шаг – это будут онлайн-системы, то есть в любой момент времени, в любой точке системы водоснабжения мы будем знать, что происходит в них, то есть можем моделировать и так далее. Ну, это что? Прежде всего для сферы ЖКХ – это снижение водоемкости, то есть более рационально и экономно использовать тех ресурсов, которые у нас есть. Ну и, в принципе, мы активно включились, потому что в два года, как идут соревнования WorldSkills по этому направлению, значит, в этом году они проходили в Казани, мы участвовали в создании профессиональных стандартов по акватронике. Следующий шаг – это будет создание федерального государственно-образовательного стандарта в этом направлении. Ну, то есть вот мы являемся источниками, активными участниками всех этих процессов, которые происходят. Скажите, Ваша отрасль, я так понимаю, все-таки занимается в первую очередь эксплуатацией, а не добычей? Вот, к сожалению, подходы были такие, что основная специальность, вторая специальность, по которой мы готовим специалистов, это водоснабжение и вододаведение, она находится в рамках подготовки строительства. То есть мы готовим специалистов, которые строят объекты водоснабжения. Но, оказывается, если рассмотреть жизненный цикл объекта водоснабжения, то затраты на строительство составляют 10-15%. Основная часть – это эксплуатация, значит, затраты на энергетику, на заработную плату, на химореактивы. Но, оказывается, что в этом направлении этих новых как бы не готовят. Ну, и сейчас современный уровень автоматизации позволяет на абсолютно другом уровне, на синергетическом уровне готовить этих специалистов. То есть мы готовим специалистов в области строительства объекта водоснабжения, и сейчас начинаем готовить специалистов в области эксплуатации этих систем. Вот, выходя из всего вышесказанного, есть какие-то специфические проблемы для нашего крымского региона? Ну, опять же, если мы думали готовить сообщение о проблемах, то есть проблемы Крыма, они неотрывно связаны с мировыми проблемами и с проблемами российскими. Ну, прежде всего, это дефицит водных ресурсов, это рост населения, рост потребления той воды. То есть мы знаем, ну, человеку достаточно для жизни, там, 2-3 литра воды в сутки. Для сангигиенических норм, ну, 200-300 литров. Но для того, чтобы обеспечить человека продуктами питания, ну, необходимо 2-3 тонны воды. На каждого человека? На каждого человека, да. Ну, то есть вот большая часть мирового потребления идет на производство сельхозпродукции. Следующая проблема, это, естественно, нерациональное использование воды. То есть вот сколько мы воды берем, сколько потребляем, сколько полезно идет. Ну, и третья огромная проблема, это проблема загрязнения водных ресурсов. Ну, и для Крыма, это же мчужина страны Российской Федерации, мчужины мира, то есть мы рекреационный район. То есть у нас все эти проблемы достаточно остро стоят. Ну, а в Российской Федерации она является второй державой мировой по обеспеченностью водой на душу населения. Это первая. Первая Бразилия. Вторая, третья Россия, Канада. Так. Ну, то есть это огромное количество, то есть это 35 тысяч метров кубических в год на каждого человека, а минимальные страны, это считается полторы тысячи. Ну, то есть мы где-то в раз 20 имеем больше, чем все, так. Но, несмотря на это, проблемы неэффективного, нерационального использования загрязнения существуют. То есть вот мы тоже участвуем в программах по спасению Байкала, по реализации программ по Волге. То есть все это связано, опять же, с загрязнением. Огромное количество воды потребляется и недостаточно очищается и так далее. Ну, то есть это проблема. Не используем мы вторично воду. Вот какая проблема. Если взять израильский опыт, который представляет из себя пустыню, а тем не менее у них нет дефицита воды, как это, например, наблюдается у нас. Но они опреснения воды производят. Значит, ну, Израиль, в принципе, потребляет столько же воды, сколько потреблял, получали мы по Северокрымскому каналу. Но этой воды достаточно на 8 миллионов населения. Ну, и, в принципе, Израиль в пустыне мог прокормить всю Европу продуктами питания. Ну, то есть это пример рационального использования. Ну, и следующее. То есть пресной воды в мире всего лишь 2,5%. Основная вода – это воды океанов, морей. То есть действительно технологии опреснения современные. То есть сейчас выпуск воды, мировой выпуск ежесуточный – это 100 миллионов тонн. То есть вот двое суточного производства воды хватило бы на Крым на весь год. То есть огромное количество. Но мы эту идею все равно откладываем пока. Она у нас невозможна реализовать. Ну, кстати, вот у нас проходили сейчас… Ну, сентябрь в Крыму – это период конференции. Вот у нас участвовал в конференции один из ведущих специалистов России по опреснению. И российские, ну, советские специалисты, они были у истоков технологии опреснения. Тогда был Советский Союз, тогда были проблемы Узбекистан, Казахстан. Ну, и тогда это все активно развивалось. После того, как Союз распался, то есть, естественно, эти проблемы перестали волновать Россию. Но они могут включиться. И тот мировой опыт, который существует… То есть, в принципе, анализ показывает, что одно из самых выгодных вложений в наукоемкие технологии – это вложение в опреснение. Большое спасибо. Очень интересная тема. Извини, что вынуждены прервать. Времени, к сожалению. Мы, как уже традиционно, мы вас не отпускаем просто так. У нас есть прекрасная фотозона. Я предлагаю туда пройти и сфотографироваться на память. Спасибо. Напоминаю, что мы переходим от аналогового вещания к цифровому. И этот символический телевизор, в общем-то, символизирует этот переход. Камера прямо перед нами. Смотрим в нее, улыбаемся и говорим слово «цифра». – Программа. – Программа. Продолжение следует.